В Новосаратовке наблюдается неуемное желание продать или сдать в аренду буквально все что угодно. Какими при этом пользуются схемами, новому деревенскому старости только предстоит разбираться с помощью администрации Свердловского городского поселения. Район подключился к этой программе. У нас уже создан общественный совет при главе администрации района, который тоже собирает людей, слушает внимательно их. И уже приходим к тому, что эти проблемы надо обязательно решать. Всеволожский район, конечно же, старостам поможет. Только пока смотрите, что творится. Всю жизнь на Новосаратовке был пруд. Со всех участков сюда стекала вода. А враг, напротив, засыпают, куда воде по весне деваться. Но ведь кому-то очень хочется продать участок под индивидуальное жилищное строительство в трех километрах от города. Несмотря на то, что над этим участком висят провода ЛЭП. С чего разрешение? По идее, это все нужно согласовывать с администрацией. Должны быть какие-то документы. То есть, кто это отсыпает здесь? Никого не видно. Техника брошена. Земля насыпана. Опять же, здесь дети гуляют. Вот дорога к домам туда идет. Водозаборную колонку уже разрушили. А в Новосаратовке далеко не у всех центральное водоснабжение. И пожаробезопасность. Пожарного гидранта не сыскать. Пруд замерзает. К невет только один подъезд. Все остальные подъезды к воде перекрыты частными владениями. У нас даже за свой счет приобретены пожарные шланги. Но сейчас этот гидрант нельзя использовать, потому что он полностью в воде. Не видно, куда подключаться. И так по всей Новосаратовке. То, что есть в пожарной машине, приехало. И все. Фактически тушить нечем. Некоторые пожары приходилось своими силами начинать тушить. Подведем итоги. В Новосаратовке нужно прекратить незаконные засыпки и продажи земли. Построить, наконец, детские спортивные площадки. И установить контейнеры для мусора. Еще раз говорим, это только для начала. Продолжение следует...